Есть такая работа, очень высокооплачиваемая, называется «Специалист по восхвалению Владимира Владимировича Ха». И этим занимается активно вся вот эта информационная обслуга российских информационных преступников в районе Останкино. Так вот, значит, старый дед решил немножечко позвенеть своими, как он думает, еще ядерными бубенцами. Но получается интересная вещь. Да, Путин наметил обновление концепции использования ядерного оружия. Но как-то, понимаете, даже вот эти его лизоблюды, ну, сомневаются и делают такие интересные намеки, что, может быть, время давать заднюю. Итак, стоит ли Украина ядерной войны? Таким вопросом президент Путин, вежливо выражаясь, встряхнул западных политиков и в первую очередь встряхнул Вашингтон, который продолжает дискуссии о снятии запретов на удары дальнобойными ракетами по России. Это еще большой вопрос, кто кого здесь встряхнул. А ну-ка, давайте-ка разберемся, что тут заявляет штандарт фюрер СС, в смысле современной России, Оля Скобеева. Значит, стоит ли Украина ядерной войны? Ну, лично для нас Украина бесценна, поэтому, собственно говоря, вы находитесь на этом YouTube-канале, где мы называем вещи своими именами, и вы подписываетесь на мой YouTube-канал. Но сама постановка вопроса в таком ключе, она как бы намекает на то, что поход на парад в Киев он, а, затянулся, а точнее отменился. И теперь, внимание, вопрос, а сорвет ли ядерным взрывом вот эту новенькую плитку в центре Москвы? А то они почему-то думают, что очень странно, там на болотах и в центре бород, что будет продолжаться вот эта вот игра. Они будут стрелять и убивать, а их стрелять и убивать не будут, в том числе на территории РФ. Значит, да, есть вот эта дискуссия по поводу наносить удары вглубь России или нет. Да, процессы там идут такие, достаточно медленные, но заметьте, никто не сказал нет. Ни до, ни после того, как Владимир Владимирович Ха потянулся опять к ядерной бомбе. Еще раз, сам факт того, что он угрожает миру ядерной бомбой, но это же не сила. И вот сейчас они тут все скачут там, что мы будем бомбить Варшаву, Берлин, Вашингтон. Такие вот все практически трезвые. Но сами-то они в это не верят. Вот это ключевой момент. Даже в этих словах Владимира Владимировича Ха столько непонятного. Бахнет он или не бахнет. А ну-ка, давайте-ка посмотрим. Деда вообще услышали или нет? Я вам говорю, они сомневаются в своем начальнике. Ну что это такое? Наконец-то, кажется, услышали. Если бы ВВХ был бы настолько страшным и ужасным, то его в теории должны были услышать заранее. Ну и как-то прогнуться в его сторону. Да, за океаном Дональд Трамп нас расстраивает своими заявлениями, что нужно капитулировать перед Путиным. Но даже у Дональда такое ощущение начали немножечко сдавать в другую сторону по этому поводу. Сначала они не хотели встречаться с Владимиром Зеленским. Теперь они опять хотят встречаться. Ну, то есть, я вижу некое метание. Да? Значит, что там мы слышим? Оля говорит, Путина услышали. Ну и тут, очевидно, нужен смеющийся дед Джо. Вы знаете, у меня такое ощущение, что из этих вот дедушек один дедушка все-таки переиграл. И давайте-ка посмотрим на Джо. А Джо не страшно. Не потому, что он взрослый. Потому, что он опытный. Потому, что они не болтают зря. Они не размахивают ядерной бомбой. Хотя у них эта ядерная бомба есть тоже в наличии. Они делают свое дело. Как это выглядит на практике? Значит, Путин сказал, мы как жахнем. А что мы слышим со стороны Белого дома? Мы будем предоставлять Украине средства, чтобы она преуспела в долгосрочной перспективе. Мы будем поддерживать членство Украины в НАТО и в ЕС в конечном итоге. И укреплять, продолжить укреплять ваши демократические институты. Мы убедимся в том, чтобы у Украины были все необходимые средства для защиты от любой будущей агрессии со стороны России. И поэтому мы создаем определенные партнерства. Мы в этом году уже с 20 странами выразили приверженность обеспечить Украине долгосрочную гарантию безопасности. И вместе с 30 другими странами европейскими мы только что выпустили декларацию о восстановлении и реконструкции Украины в послевоенный период. Другими словами, несмотря на страшные, ужасные, пугающие всю планету заявления ВВХ, что произошло? Нам отгрузили очередной миллиард, миллиарды, кучу миллиардов долларов, на которые соответственно будут поставлены украинской армии бомбы, ракеты разного типа. В том числе к самолетам, в том числе к Хаймарсам и так далее, и так далее. То есть, другими словами, тут происходит невидимое. Значит, с самой этой фразой. Мы будем поддерживать вступление Украины в НАТО и в ЕС. Я понимаю, что тут не все просто и не все так быстро. Но, во-первых, это для ВВХ серпом по яйцам. Хотя, как это для Владимира Владимировича Ха по яйцам, серпом. А именно вот так вот. Раз и все. И они упали. Так вот, ВВХ, он же хотел другого. Он хотел, чтобы Украину официально заявили, что ни при каких обстоятельствах не возьмут НАТО. Да, Диджей Венца об этом что-то сказал, но он еще не избран. А если и будет избран, то тогда и будем смотреть, как будет формироваться внешняя политика Соединенных Штатов. Я исхожу из того, что сейчас президент Джозеф Байден. И я фиксирую, что Джо Скала у него с бубенцами, в отличие от некоторых бункерных товарищей, все хорошо. И, внимание, как реагирует пропаганда. Но вот эта вот, вот эта вот женщина-солдат информационных войск ССР, какой она делает общий вывод, как на страшного и ужасного Владимира Владимировича Ха реагирует мир. Услышали Путина или не услышали, а может быть проигнорировали и отгрузили нам оружие. Справедливости ради, жалоб из Вашингтона до сих пор нет. Как нет и официальных никаких комментариев. Мелко травчатые лидеры и политики, я имею ввиду, при Балтов, сказали, что Путин размахивает ядерной дубиной. Опять размахивает. Те, кто действительно принимают решение, молчат. Папа Оли Скобеевой, Геббельс, он бы сказал, садись два, не за счет. Ну что ж ты так ворешь-то неубедительно? Что значит нет никакой реакции со стороны тех, кто принимает ключевые решения? Реакция есть. Нужно уметь слушать и слышать. Значит, в части того, чтобы отдать Украину российским нацистам на разграбление. Ответ нет. Да, еще раз, не все тут у нас спокойно. Удары по Украине, погибшие, Кривой Рог, Одесская область. Но мы будем мерить эту ситуацию войной в целом. А вот тренды по войне в целом вот такие. Ну что ж, президент, снова приветствую вас в Белом доме, в овальном кабинете. Вы уже представили нам примерный план победы в этой войне. И это именно то, что мы будем сегодня обсуждать, чтобы вы смогли победить в этом конфликте. И я первые ключевые моменты укажу. Мы должны укрепить позиции Украины на поле боя. Поэтому мы объявляем новый пакет военной помощи на 2,4 миллиарда долларов. Также мы все остальные средства, которые были выделены Конгрессом в этом году, мы предоставим Украине к концу этого года. Это укрепит позицию Украины. На практике получается следующее. В западных СМИ идет бесконечная дискуссия, как помогать Украине, сколько надо денег, сколько нужно снарядов. А мы навсегда фиксируем результат этой дискуссии. И нам действительно неприятно, когда некоторые предлагают экономить на Украине на ракетах и на ударах на российской территории. Но вообще-то получается, что с учетом того, что на нас напала не самая короткая армия мира, то не все так плохо, как могло бы быть. Это правда, не Зеленский. Поэтому на сегодня та помощь, которая есть, она все равно идет. Американские предприятия все равно работают, она поставляется. Это и боеприпасы, да, и другие виды средств поражения. Это все в наличии есть. Эта помощь продолжает идти после того, когда Владимир Ха грюкнул кулаком по столу. Сказал, что не забывайте, мы великая держава, ядерная и всякое такое. А результат какой? Миллиарды, сотни тысяч снарядов и так далее, и так далее. И тут, кстати, генерал Боярышник интересно сделал заявление. Он зафиксировал прикольный момент. Он нам всем рассказал о том, до какого уровня армия России демилитаризировала Украину. Украина не пойдет на провокацию. На данном этапе у них нечем провоцировать как таковой. У них все провокации сегодня происходят только с западным оружием. 85% оружия, которым воет Украина, это западное происхождение. Это факт, который знают все. Неоспоримый. Я не знаю, какова доля западного вооружения. У нас есть целые бригады, которые работают на советских калибрах. Это прежде всего артиллерия советских калибров, соответственно, 152 миллиметра. Ну и все, что с этим связано. Не всегда это хорошо, потому что частенько бывает так, что натовские снаряды есть. А то, что называется советского образца, образца не очень. Хотя наши европейские друзья, например, болгары, работают ровно 24 часа в сутки по производству соответствующих калибров для вооруженных сил Украины. Но, значит, с оружием понятно. Выходит так, что на Западе никто не моргнул. И тут вот наши агенты влияния, завербованные житомирским СБУ, начинают как бы подсказывать кое-что собравшимся там, в Москве. Вообще-то, это важная информация. Она очевидна и так, но они почему-то думают, что если мы не будем рассказывать вслух или говорить вслух о имеющихся системах поражения в странах НАТО, то это как-то спасет Рашку. Мол, это, поиграем в Страуса. А ведь это еще большой вопрос, кто тут играет в Страуса. А ну-ка, что там нам товарищ, простите, пан Сытин вещает с такой высокой трибуны? Ну, меня вообще удивляет постоянное убеждение, причем крепнущее, что, ну, десятилетиями, правда, внедрялось, что Запад меркантилен, труслив, ни на что не способен и так далее. Вот это убеждение базируется либо на непонимании европейского менталитета, либо на очень плохом знании европейской истории. На самом деле мы не можем не видеть, что Европейский Союз при всех его перекосах и ненормальностях, особенно в гендерном вопросе, но и миграционном тоже, Вот, при всем том является... Да и в целом, вообще, честно говоря, чего вы говорите? Нет, там глупостей достаточно. Но? Но не будем мериться глупостями. Не будем. Вот. Значит, соответственно, Европейский Союз является объединением, прежде всего, идейным. Начавшись как объединение чисто экономическое, он на сегодняшний день превратился в объединение идейное. Что это за странное напоминание пана Сытина? Он пытается как-то намекнуть этим ребятам, что страны Запада, они в случае чего с большим удовольствием тоже могут бомбить. И примеров в современной истории более чем достаточно. И все эти примеры частенько Владимир Владимирович Ха перечисляет, так вот кивает пальчиком, что так делать было нельзя. Но послушали тогда Владимира Ха? Нет, не послушали. Взлетели самолеты из авианосцев и начали сбрасывать большие бомбы. Кто сказал, что это точно не произойдет с Российской Федерацией? Я бы так не спешил с такими выводами. Потому что, а если Путин пересечет красные линии, тогда будут бомбить Россию. Ведь красные линии здесь рисует не Владимир Ха, а люди, которые помогают нам. Где эти красные линии? Ну вот примерно вот здесь. В который момент довольно-таки серьезный, надо четко понимать, что президент вчера говорил не про Украину. И ракеты, которые полетят в глубь территории, это штурмшедовый скальп, это британское и французское производство. Поэтому тот, кто ракету запускает, почему я об этом говорю? Потому что, чтобы запустить эту ракету на всю глубину поражения на территории Российской Федерации, необходимы западные военные, которые тогда ведут полетное задание, и западная система навигации позиционирования, по которой эта ракета будет наводиться. То есть от Украины там ничего не зависит. Все эти системы поражения уже неоднократно использовались по территориям, которые россияне называют своими. Посмотрите, что сейчас на месте, где когда-то находился штаб Черноморской флотилии в Севастополе. Ведь туда прилетели ракеты и всех там того. За двухсотили. Здание разрушили Владимира Путина, публично унизили. Что сделал Владимир Путин и вся эта банда? Они сглотнули. А теперь вот они пытаются поиграть в эту эскалацию снова. С ракетами, штормшедов и скальп. Мол, мы можем, мы сейчас как жахнем. Ребята, ваш поезд уже ушел. Если бы у вас была такая возможность, то чушь вы не воспользовались ей год назад. А тут у нас вообще, ну, просто происходит такое. Называется унижение Владимира Ха, ну, и его подчиненных. Что касается ядерной доктрины, ну, то, что мы, я думаю, все граждане России ждали, что что-то должно быть в этом смысле изменено, это ничего не сказать. Конечно, этого ждали, этого ожидали. Потому что особенно после курских событий, конечно, был вопрос. А тогда для чего нам ядерное оружие, если кто угодно может прийти нам на территорию? А что изменилось в Курской области после этого грозного замечания Владимира Ха? Да ничего не изменилось. Ну, разве что Институт изучения войны написал, что Путин перекинул в этот частично российский регион для войны еще ФСБшников. ФСБшники еще те вояки. Одно дело, ну, как это, издеваться над безоружными, заниматься карательными акциями. А тут, как стало известно, мы опасны и вооружены. Давайте-ка посмотрим, где красные линии, которые, внимание, пытается переступить Владимир Путин. Красные линии Запада. Потому что, как выяснилось, Запад рисует эти красные линии, а не дед из бункера. И в этом случае вчера президент показал откровенную решимость применения ядерного оружия в этом случае. Вот о чем говорил сейчас Никит. Поэтому цель предельно понятная. Британские острова, побережье и Лазурное побережье. И здесь не надо ничего стесняться. Это есть как есть. Но это не одномоментно, это целый комплекс мероприятий. Первый по нейтрализации тех ядерных зарядов, которые есть у противников. От тех же этих четырех лодок с ракетами Трайдом. Все остальное у них это бомбы, которые подвешиваются на самолет. Я думаю, четыре лодки-то мы в состоянии вполне навернуть. Чтобы они больше никогда не всплывали и не заплывали. И все. А после этого у нас серия ядерных воздушных взрывов, чтобы все полностью вывести из строя. А дальше просто пустыни на Британском острове. Тут Владимиру Путину объективно повезло. Натерпеть россияне могут бесконечное количество времени, что бы с ними ни делали. Как бы их ни унижали, как бы их ни отправляли на войну, на мясо. В каких бы условиях бы они ни жили. Ну то что мы слышим? Ага, значит он бахнет по атомным подводным лодкам в Великобритании. Так это же и есть красная линия. После нее полетит на Москву. Сорвет нахрен там плитку и всякое такое. Ну что-то мне подсказывает. Что поговорят там на болотах, а потом опять сглотнут. И как они сглотнут очередной раз, мы увидим в ближайшее время. Когда наши беспилотники будут атаковать российские военные объекты. Или кто-то думал, что Кривой Рог им пройдет сегодняшний даром. Не пройдет. Я в этом убежден. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Пишите ваше мнение по поводу того, что Запад рисует красные линии, а не Путин. А Украина это уже Запад. Я думаю, что одной бы красной линии вокруг шеи Владимира Ха было бы достаточно. Может быть к этому мы придем в ближайшее время. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и буде. До зустрічі.